Хе-хей, друзишки, как делишки? С вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon, и это наша 24-я серия по счёту. И перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждёт в этой серии. И, ребята, перед тем, как продолжить искать что-то в нашем большом и прекрасном мире покемонов, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если мы наберём 800 лайков на вот этой серии хоть сегодня, то следующая серия покемонов выйдет прямо сегодня, или, может, даже завтра, или, может, даже каждый день. И будут ли они выходить каждый день, ребята, ещё раз повторюсь, зависит только от Вайса. Если мы наберём 800 лайков хоть прямо сейчас, то сразу же выходит следующая серия Pixelmon. И также я буду очень сильно рад каждому вашему лайку, потому что это действительно придаёт мне больше сил для записи новых видео. Также не забываем оставлять свои комментарии, если хотите со мной пообщаться. Всё, что вам нужно, это просто-напросто поставить, оставить комментарий под этим видео. Я постараюсь его прочитать, ответить и также с вами пообщаться. И буду рад каждому новому подписчику, кто подпишется на мой канал и вступит в нашу большую дружную семью. Ведь я отношусь к своим подписчикам как к лучшим друзьями. И, честное слово, я буду рад каждому новому подписчику. И, ребята, что мы будем делать в этой серии? Спасибо тем, кто написал. Спасибо тем, кто написал, да, у меня вот это всё включено. Под предыдущей серии координаты глиняного биома, потому что, честное слово, ребята, я забыл. Офигеть, у меня глаз какой-то красный, я не знаю, вы заметили, у меня хрен его знает, честно, ребята, что-то, может, фиг его знает, почему глаз такой красный, я только сейчас заметил на камере. Офигеть. Да ладно, не важно. Спасибо тем, кто написал в предыдущей серии о, точнее, координаты глиняного биома, потому что я вас спросил, ну, просто-напросто я забыл. И, как вы видели, у нас слетели вот эти все настройки телепортов, поэтому координаты все слетели. И я, ребята, попросил вас мне помочь, написать, кто помнит или кто может зайти посмотреть под предыдущими сериями, когда мы тпхались в глиняный биом, какие же координаты у него были. И спасибо всем, кто написал, я очень сильно, ребята, вам благодарен. Я не знаю, что я тут ищу, я вроде, когда добавлял координаты вот тут, в телепортах, я сюда тпхнулся ночью. И тут был хундур ночью, если честно, я его бы очень и очень и очень и очень сильно хотел бы словить, но сейчас я не могу... Так, это все можно повыкидывать. Сейчас я не могу этого сделать, потому что его нету, наверное, нужно ночи дождаться, нифига себе, тут ямища прям. Так, это можно выкинуть, этот майнк... Так, сейчас дайте я выключу вот это. Вот так, ага. Просто айдишки предметов показывались, я их выключил. Замечательно. Опа. Это кто? Это кто? Бравиари? Нет, бравиари. А хотя да, нифига себе 60 уровень. Ребята, как вы думаете, сможем ли мы его запинать? Эм, зараза, зараза, почему ты убегаешь? Я не хочу, чтобы ты... Стоять, стоять! Сюда подошел! Но мне почему-то кажется, что... Нормально, 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 5 кусков опыта, это, если честно, даже очень... Очень круто! Но я не вижу смысла что-то тут делать. Ребят, я не вижу смысла что-то тут делать. Нам, наверное, нужно отсюда валить. Нам нужно отсюда валить и идти куда-то в другие биомы. Опа, это Белдум. Ну, Белдум это Белдум. Прям капитан очевидность, да? Или масло масляное. Белдум это Белдум. Его мы, даже если бы хотели словить, то это было бы очень и очень сложно. И не факт, что у нас бы вообще это получилось. Поэтому даже пока что лучше не пытаться. Может, может, когда-то там в конце сезона, когда у нас будут уже лишние мастер-болы, может мы его словим. А так, эх, пока что нет. Мне кажется, есть еще нормально так других покемонов, которых можно словить. Те же легенды, лучше на легенды потратить мастер-болы, чем ловить Белдума, честное слово, ребята. Смиргл, я не знаю, честно. Знаете, что я бы хотел найти? Я бы хотел найти алтарь Молтреса. Это было бы очень замечательно. Это что за Санта-Клаус нафиг? Ну, не Санта-Клаус, просто далека. Это какой-то вообще водолазник, чувак. Ты кто вообще? Ты что вообще такое? Ты прям, я не знаю, хрен его знает, что это такое. Какой-то водолаз, не знаю, честно. Что-то непонятное, какие-то очки, намордник, мазохист, может, какой-то с Адамазом. Во, ребята, с Адамаза. Вот о чем я говорил, о том, что я бы хотел найти алтарь Молтреса. Потому что он спамится вот тут, в линеном биоме. Это во-первых. А во-вторых, было бы круто, потому что у нас бы появилась следующая цель. То есть, как только мы нашли алтарь Артикуна... О, дайте я сделаю тут скриншотик такой красивый. О, твою мать, вот это нужно выключить вот так. Вот. Как только мы нашли алтарь Артикуна, то у нас же сразу же появилась цель. Да, это прокачать, точнее, сделать, прокачать и потом заспанить Артикуну. Мы это сделали. Если бы мы сейчас нашли Молтреса, то мы, наверное, бы так же поступили. Но я не знаю, сколько у нас есть монет? У нас монет, если честно, очень мало. Вот это я потом удалю. Вот эти стенды я потом, ребята, удалю. Не переживайте. В этой серии я, наверное, вроде, если я хорошо помню... Сейчас, дайте я это вот сюда поставлю. Я вроде хотел сделать много квикболов. Но мне кажется, ребята, никому не будет интересно, как я буду сейчас сидеть и просто-напросто 30 минут долбить вот эти все болы, 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 болы. Потому что у нас есть... Единственное, что у нас есть, это железный молоток. А железным молотком, это чтобы сделать там хотя бы 5 болов. Это нужно, я не знаю, минут 20 там нафиг сидеть и вот это все тараторить вот эти болы. Это части болов. Это реально будет очень долго. Я, наверное, потом это вне серии сделаю, а на серии мы потом их соединим. До того, как мы получим... Как мы получим автоматизированный наковаль... Не наковаль... Так, сейчас, я забыл. Автомизированный... Да, в принципе, наковальню это уже называется. Охренеть, сколько вас тут! Ну, с каждым разом... Это не считано, потому что с каждым разом нам приходится тратить все больше и больше ресурсов. В смысле, вот эти рыбацкие сети. Потому что, если ты поставил 10 сетей, то не факт, что ты сможешь назад забрать 10 сетей. То есть, если ты поставил 10 штук, то ты сможешь забрать назад 5 или 6. То есть, нормально. Смотри, что мы выбили. 2, 5, 8, 1 и вот 1. Это с 8 сетей мы выбили. Сейчас мы подняли только 5, потому что 3 пропали, ребята. 3 пропали, но все же это круто. Кого бы словить? В предыдущей серии мы словили Снизла. Снизл Пизл. Это, если честно, даже очень круто. Мы его словили с одного Даскбола. Хух, я не знаю, стоит ли нам сейчас куда-то идти. Я просто хочу дождаться ночи, чтобы пойти поспать. И после этого утречком с нового дня мы продолжим, точнее, не начнем, а продолжим наше путешествие. В джунгли можно быстренько перепихнуться, я хотел сказать. Нет. Перебежать. Посмотрите, что тут, как делишки. О, как резко потемнело. Вы заметили? Только что было вроде еще нормально. Только что еще солнце светило. Заходило, точнее. Сейчас смотрите, как резко. Как прям какой-то апокалипсис нафиг. Все так темно стало. Я боюсь, ребята. Давайте уходим в наш светленький домик. Светленький домик. Только одно хреново то, что мы за собой забываем закрывать двери. Вдруг какое-то там привидение ночью придет. Вот сейчас уже 100% не придет, потому что у нас везде закрыты двери. Да. Идем спать. Фух. Поспим, ребята. Поспим, 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 поспим. Замечательно. Шикарно. Что я хотел посмотреть? Есть ли у нас какие-то ресурсы для того, чтобы их продать? Потому что нам нужно купить в будущем. Нам нужно купить шапочку для прокачки. Да, в принципе, нам много чего нужно купить, поэтому будем смотреть в общем. Есть ли у нас какие-то ресурсы, которые мы можем толкануть нашим барыгам? За монетки. 45 есть. 13 есть. Больше тут ничего нет. Тут. Вот это, да. Костей тут... Хотя, в принципе, нахрена нам кости? Зачем нам кости? Ладно, сначала я думал, что кости нам пригодятся для посадки апреконов, да? То есть, чтобы их растить быстренько, 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 быстренько. И, в принципе, так бы действительно нам это все пригодилось. Но сейчас я не вижу в этом малейшего смысла. Поэтому забираем. Сейчас мы продадим вот это все. Это можно? Это можно? Круто. Так, тут больше ничего. Тут уже еда, тут ресурсы. Тут все с пиксельмона. Поэтому, ребята, топаем, топаем, барыжить, барыжить, барыжить с нашими торгашами. Так. Что мы можем продать? У нас не продается глаз паука. Это хреново. Может, потом даже нужно будет добавить. Рыбка. Гнилая плоть. Вот этого 13 штучек. 45. 45 шерсти. А там у нас... Нет, вроде монеток у нас там не было. Вроде монеток у нас там не было. Поэтому, в принципе, будем заново вот эти все монетки собирать. В том смысле, что... Нет. Мы вроде не сохраняли никакие. Вроде у нас ни в бэкпаке даже нету, ни в сундуках нету. Вроде, ребята, нету. Ну, смотрите, у нас уже практически сейчас будет 3 стака только вот с этих ресурсов. Поэтому это уже нормально. 3 стака это нормально. Наша шапочка стоит вроде 8 стак. Нет, 8... Сейчас, давайте посмотрим, это я забыл. 8 стаков стоит XP Share. А вот эта шапочка стоит 6. Вот так вот эта печка или что это... Наковальня автоматизирована. Стоит 30. Я специально так дорого это все поставил. Ну, чтобы не купить вот это все за один день. Да, это, в принципе, будет очень быстро. А чтобы копить, копить, копить и пак через несколько серий. Ну, как серии? Охренеть, сколько там серий. Потому что 30 монет мы не накопим за пару серий. Чтобы потом уже, наконец-то, купить. Ну что, ребята, вот наш заспавненный, уже использованный алтарь. Давайте будем бежать куда-то. В предыдущий раз мы бежали в ту сторону. Сейчас давайте обратно вот в противоположную сторону побежим. Что нам нужно? Возьмем ножички. Возьмем ножички. И по дороге будем всех резать, ребята. Будем всех резать. Если, конечно, встретим марипов. Вот марипы. Вот наши марипушки. Сейчас, ребята, все, что нам сейчас остается, это дальше прокачиваться. Потому что следующая фаза, можно и так сказать, это ресурсы. Это шапочки. А чтобы их добыть, как вы знаете, нужно добывать сами вот эти ресурсы. И потом их продавать нашим торгашам и обменивать на монеточки. Поэтому, ребята, это следующие шаги, которые мы сейчас будем преодолевать. Так, это тут куча магнимайтов, ребят. То нихр... Это чё такое, твою мать? Эм... Это гимн какой-то или что? Я как-то не... Ладно, сейчас. Давайте зайдем посмотрим, что это такое. Так. Ты не продавец. Ты... Хрен его знает. Офигеть, что мы за хрень нашли вообще? Так. Хилки, компю... А, это статуи Артикуна. Эм. Это тренеры, да? Это гимн, ледяной гимн какой-то мы нашли посередине. Ахрен... Так. Эм. Покемоны гимн лидера. Нихрена себе, ребята. Мы нашли гимн лидера. Смотрите. Сейчас. Один, два, три... У него четыре покемона. 54-й, 78-й, 73-й, 54-й. Так, сейчас. Дайте-ка я врублюсь. Правила боя. Для того, чтобы сразиться с гимн лидером... Гимн лидер, охренеть. Ребят, вы знали, что тут спамятся... Вообще гимн какие-то стадионы, ледяные. Там, что мы сможем сразиться с капитанами. Вот и охренеть, короче. Так, сейчас. Для того, чтобы сразиться с гимн лидером, нужно победить его помощников. И получить два пропуска. То есть, вот эти два Чуркистана Петровича, которые были на начале, это его помощники. Так, ладно, дальше. Бой 4 на 4 без легенд. То есть, у него... Ну да, в принципе, вот смотрите. У него четыре покемона. Значит, нам тоже нужно иметь четырех покемонов, чтобы с ним сразиться. И у нас с ним может быть легенд. Да, то есть, только покемоны. Охренеть. Бой можно проводить один раз в день. Ага. То есть, у нас есть попытки. Да, если мы, например, потом, когда победили вот этих помощников, мы закинули, закинули на него покемона и вступили с ним в бой. Если мы ему проиграли, то в тот же день мы не сможем с ним сразиться еще раз. Нужно приходить на следующий день. Зашибись. Так, дальше. Это что? Призы при победе геймлидера. Ага. Нам какую-то корону даст. О, ух ты. Серебряные монетки. Так, у нас... Нет, у нас серебряных сейчас монеток нет. Нам дадут серебряные монетки, ребята. Мне просто интересно, сколько. Нам дадут какую-то кирку. Это, наверное, кирка вот с этого пиксельмона, да? С последнего обновления, когда добавили вот эти все костюмы, которые у нас дома стоят, да? Командерий, вот это все остальное. И вот эти кирки вроде инструменты, короче, добавили. Ага. Потом нам дадут значок геймлидера. Вот, смотрите, вот видите, вот этот значок. Да, это ледяной, ребята, гимн. Нам дадут значок гима. Конфи... Ух ты. Мастер... Так, сейчас. Как только мы победим вот этого геймлидера, нам дадут корону, какую-то особенную кирку, монеты, не знаю, одну, наверное, или несколько, фиг его знает, тут не пишет. Значок. Знаете что, мы, наверное, сможем сделать... Не то же... Как это называется? Ребята, как это называется, вспомните. Когда какой-то спортсмен на каких-то соревнованиях получает много монет, медалей, вот этих призов, кубков, и потом дома все сохраняет на стендах, да, то есть... Я забыл, честное слово, ребята. Когда какой-то спортсмен, да, допустим, там много конкурсов, не конкурсов, а вот это соревнований выиграл, да, там, хрен его знает, какой-то там борец или еще кто-то, пловец, то куча медалей, вот этих кубков он потом в стенды дома ставит, как будто галерея, короче, призов. Ну, короче, смотрите, если мы нашли ледяной геймлидер, ледяного геймлидера и ледяной стадион, значит, где-то, где-то в других частях мира есть и другие геймы. Огненные, травяные, электрические. Ребята, согласитесь, что это вносит большущее разнообразие в этот сезон пиксельмона, потому что я, если честно, этого не ожидал. То есть, если раньше мы ловили покемонов, прокачивали, выкладывали, и хоть какое-то уже разнообразие было с магазинами, да, то, что, ладно, там, накапливать, 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 потом покупать, то сейчас у нас появилась другая главная цель. Это искать геймы, стадионы, сражаться за право, вот смотрите, право быть геймлидером. То есть, если мы победим геймлидера, то мы станем новым геймлидером этого стадиона. И нам дадут значок, и мы потом дома сможем сделать какой-то стенд с нашими победами, да, где выложим все значки, если мы найдем другие геймы. Круто! Это реально, ребята, большое разнообразие вносит в игру, потому что сейчас наша основная цель будет сезона, наверное, это пройти все геймы, завоевать все значки, победить всех геймлидеров. Плюс к тем заданиям, которые у нас уже есть. Это, ребята, круто! Но, ладно, давайте сейчас планы. Он ледяной, капитан, да? У него Виавайл, 54 уровень, Дивгонг, 73 уровень, Глассион, 78 уровень, нихрена себе, Илаприс, 54. Ух! Я не знаю, вряд ли мы его сможем победить, но даже перед тем, как что-то с ним делать, давайте вылечим покемонов, даже перед тем, как с ним что-то сделать, нам нужно сначала победить двух его помощников. Ладно, ну что, ребята, у нас есть одна попытка этим днем, да? То есть, как в правилах было написано, одна попытка на каждый день. Если мы проиграли, мы не можем заново вылечить покемонов и на него напасть. Проиграли, напасть, проиграли, напасть и до того, до победного боя, да? То есть, если проиграли, мы сможем вернуться только на следующий день. Ну что, ладно, давайте будем начинать с этого. Я не знаю, честно, может в этой серии мы начнем? Это все же помощники. Ладно, 4, хотя фиг его знает, честно, ребята, я пока что не знаю. Давайте, может в этой серии мы уже ничего не будем делать, а в следующей серии мы уже начнем проходить вот этот ледяной гимн. Ммм, и может через несколько серий мы уже станем гимн-лидером ледяного стадиона, ледяного гимна. Круто, ладно, мы может потом еще по пути встретим и другие гимны. На этот нам нужно, нам нужно, наверное, ладно, давайте вот тут поставим айс гимн, вот так, будем знать, будем знать. Все, возвращаем. Ах, нет, ребята, что мы нашли? Так, нам нужно, нам нужно 4 покемона выбрать, нам нужно 4 покемонов, чтобы сразиться за значок и за право быть гимн-лидером. Кого мы возьмем? Нельзя легенд. Нельзя легенд. Инфернейпа мы возьмем миллион процентов, потому что огненный против ледяного это уже какое-то преимущество. Второго покемона Почирису? Ну, Почирису против ледяного, если честно, не скажу, что прям офигеть, но у нас, если честно, другого выбора нету. У нас нету другого выбора. Наверное, возьмем хотя бы попробуем. То есть, какая у нас будет команда на вот этот гимн? Инфернейп, Почирису, мне кажется, Эмпулиона мы даже возьмем хотя бы попробовать, да, если не получится, то не получится. Может, возьмем просто-напросто попробовать. Тортеру? Я не знаю, честно. Может, все-таки лучше мы возьмем лучше Литвика и прокачаем. Хотя, это вроде камень эволюции нужно, камня эволюции у нас, если честно, нету, чтобы его Лампента и потом Шанделура эволюционировать с помощью камня. У нас вроде этого камня нету. Сейчас я быстренько пробегусь. Нет, не Даунстоун, нет, 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 нет у нас этого камня. Поэтому, наверное, все-таки мы возьмем Тортеру. Если у нас не получится выиграть у геймлидера с помощью Тортера Эмполиона по Черису Инфернейпа, то мы, значит, пойдем охотиться за другими покемонами, чтобы собрать более сильную команду. Мне кажется, нужно бы было пойти за Черезардом, то есть за Чармандером, попробовать его найти и прокачать где-то до 50. Мне кажется, он бы реально рвал просто-напросто все геймы подряд, кроме там, ну, конечно, водного и нужно будет. Потому что он еще и Дракон, и вот Драгон Рейдж, его команда прям, не команда, атака может прям всем жопы разрывать напополам. Ну, ладно. Знаете что, ребята, давайте в этой серии мы уже закончим. Вот сейчас, ребята, честно, у нас появилась новая цель, новое вообще задание, новый вообще взгляд на сезон Пиксельмона, потому что это что-то новенькое, ребята. Мне кажется, это действительно будет очень и очень круто. Если вы ждете следующую серию, если вы хотите больше уже Пиксельмона, чтобы мы сражались с геймлидерами, чтобы мы завоевывали значки, завоевывали право быть настоящим геймлидером, чтобы победили все гимы, всех вот этих геймлидеров, чтобы стали прям, не знаю, королем вот этого сезона, то, ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Если вот прямо сейчас мы наберем 800 лайков, то сразу же выходит следующая серия, ребята, я вам честно говорю. Также не забываем комментировать, и я еще раз повторюсь, как я говорил в начале видео, оставляйте свой комментарий, я постараюсь его прочитать, ответить, также с тобой пообщаться. И буду рад каждому новому подписчику, кто вступит в нашу большую дружную семью, и все, что тебе требуется, это просто подписаться, я буду очень сильно рад, если ты вот это сделаешь, честное слово. Ребята, ищите гимы у себя в сезоне, и на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Хей, дружок, притормози, вот сюда-ка посмотри, здесь ты видишь палец вверх, вот нажал, и вот успех, я лайку буду очень рад, ты же в курсе, ты же мой фанат, у нас большущая семья, все подписчики, и я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok